Нуржан Акишев, чемпион Октагона и Бушидо, зацепился с Нурбеком Кабдрахмановым. Это, кстати говоря, друзья, клуб Еркан Кыш. В чем там дело? Че за зацеп? Че за непонятки? Что они не поделили в сегодняшнем выпуске? Ассаламу алейкум! Приветствую вас, зрителей и подписчиков канала нашбоец.кз. Друзья, сразу же, сразу же, вы наверняка были подписчиками и знали такой замечательный канал, как Аралас Жекпижек. Это канал моего очень хорошего друга Бауржана. Но, к сожалению, по некоторым причинам этот канал был сейчас на данный момент заблокирован. К сожалению, друзья. И не факт, что он его опять откроет, допустим, YouTube. Но Бауржан сейчас открыл новый канал, абсолютно такой же идентичный, который называется Айкас Аймага. Я оставлю ссылку на этот YouTube канал в описании под этим видео. То есть там все бои наших кавастанских бойцов. То есть очень-очень интересный контент. То есть это все, что было на Аралас Жекпижек, сейчас переехало потихонечку переезжать на Айкас Аймага. Так что обязательно подписываемся, друзья, ставим колокольчик, не забываем. Также небольшая информация. Стань видеоблогером за один день. Я продолжаю свои курсы. Если ты, дружище мой, хочешь попробовать свои силы видеоблогинги, за один день я тебя научу от А до Я. Все, что тебе нужно, это просто прийти и весь день со мной отзаниматься. Я тебя полностью научу. Скажу все, что тебе нужно. И в конце дня ты будешь реально нормальным блогером. Тебе никто ничего не нужен будет. Стоимость обучения 50 тысяч тенге. Если есть желание, пишем в комментариях свои координаты. Я с вами свяжусь там по WhatsApp или что-нибудь в этом роде. Итак, друзья, начинаем. Найза файтинг чемпионшип набирает нереальные обороты. Сразу же хочу сказать, я вот буквально, знаете, вот минут 20 назад общался с Нурбеком Харабалавием, который является президентом лиги Найза файтинг чемпионшип. Он сказал, что все вот, допустим, пояса чемпионские Найза файтинг чемпионшип, которые были до, ну, кроме вот, допустим, тяжеловесов, да, там, супертяжей. Они все-таки, это все, это уже прошлое. Теперь все эти пояса вакантны. Это я сейчас больше информации, наверное, именно для бойцов. Единственный невакантный пояс, это вот Чекан Капланыс, не ошибаюсь, турецкий файтер. Он выиграл, достойно выиграл, честно выиграл. Забрал чемпионский пояс к себе в Турцию. В сегодняшнем выпуске мне бы хотелось поговорить о той полемике, которая вдруг образовалась на инстаграм страничках, страничке непосредственно Найза файтинг чемпионшип, друзья. Я оставлю ссылочку на эту страничку. В чем же там прикол? Вы сами знаете, что на Найза файтинг чемпионшип 22, к сожалению, наш боец Руслан Сирикполов потерпел поражение от очень сильного бойца кыргызского Ханебек Жанебекало, если я не ошибаюсь. И Ханебек должен был драться уже за чемпионский пояс против нашего бойца Нурбека Кабдрахманова. Это город Ахтубе, это Ерканкуш. И должен был драться, получается, в городе Ахтубе на Найза файтинг чемпионшип 23, который пройдет, получается, в марте. Но, к сожалению, в поединке с Русланом Сирикполовым Ханебек сломал руку и был вынужден сняться с этого турнира. Но на NFC у нас тут в любом случае большая конкуренция. Ждать никого мы не собираемся, это однозначно. И был объявлен очень достойный соперник, на мой взгляд, против Нурбека Кабдрахманова. Это Нуржан Акишев. Нуржан Акишев, друзья, на минутку, является чемпионом Бушидо. Он прошел гран-при 16, если что, друзья, это во-первых. А также является чемпионом весовой категории до 66 килограммов. Это октагон. И где еще, друзья, вот задайте себе вопрос, где еще чемпион вот этих двух организаций чемпион вот этих двух организаций мог бы встретиться с одним из топов казахстанского ММА я имею в виду Нурбека Кабдрахманова. То есть эти оба бойцы очень-очень сильные. Однозначно. В весе 66 килограммов они сейчас набирают очень серьезный оборот. Оборот, друзья. Но между ними произошла небольшая стычка. И стычка эта произошла в инстаграме. Я буду зачитывать самые интересные, друзья, моменты. Итак. Нуржан Акишев пишет. Тут ходят слухи, что против крыжского бойца Ханебека нету достойного соперника среди казахов. Я не согласен с этим мнением. И могу развенчать эти нелепые утверждения. Как вы уже знаете, раньше бросал вызов промоушен NFC и просил руководства этого промоушена дать мне их чемпиона и титульный бой. Мне без разницы, кто это будет? Ваня, Петя, Нурбек или Ханебек? Мне нужен третий пояс. И он уже мой. Поставьте пояс на кон и отдайте вашего чемпиона мне, закрыв нас в клетке. Я официально заявляю уже сейчас, что бросаю вызов любому чемпиону NFC. И прошу эту организацию дать мне их чемпиона. Победителя поединка Жени Бекулы Кабдрахманов. Также только сегодня я услышал, что наш брат, хороший боец Нурберген Шарипов, в связи с травмой снялся с турнира против другого крыжского бойца Каната Кабдельбекова. Я заявляю, что готов заменить своего соотечественника в этом бою. Пусть даже бой пройдет на коротком уведомлении. Вот такая вот нереальная заява прилетела от Нуржана Акишева, друзья. Нуржана я знаю уже довольно давно. Пару лет назад, если не ошибаюсь, я был на одной вечеринке, пришел туда и смотрю, там стоит Нуржан Акишев. Я спросил, Нуржан, ты что здесь делаешь? Он говорит, а я охранник. А я охранник. Мне в ММА нифига не везет. Меня никто никак не верит. Вообще просто мне нужно кормить семью. Вы представляете это? Один из сильнейших бойцов казахстанского ММА. Нуржан Акишев. Он помнит, Нурике, ты помнишь этот момент. Я был в шоке. И слава богу, что сейчас у Нуржана все пошло в лучшую сторону. Он занимается тем, чем он должен занимать. Тем, что ему больше всего нравится. Слава богу. Но на этом интернет, инстаграм, война не закончилась, друзья. Естественно, Нурбек Абдрахманов выступил с ответкой. И написал. Ассаламу алейкум, друзья. Не хотел вступать в полемику насчет моего боя с кыргызским бойцом. Но тут еще другие бойцы начали высказывать свои претензии по поводу пояса. Пояс действительно находится в Актюбе. И завоеван нашим братом Раимбеком. Так как он временно не тренируется, руководство бойцового клуба Еркон Кош выбрало меня на защиту звания и пояса промоушен NFC. От себя скажу, ребята, придите и попробуйте забрать у нас пояс, если у вас получится. Вот такой, вы знаете, такой мягкий ответ Нуржану Акишеву прилетел от Нурбека Абдрахманова. И что же ответил Нуржан? Ответ Нуржана Акишева. Нурбек, прочитав твой недавний ответ, у меня возник один вопрос. С каких пор чемпионский пояс начал выдаваться не бойцу, а команде? Я понимаю, что вы одноклубники, друг за друга, брат за братом и так далее и тому подобное. Но, ребята, это же профессиональные умы. И на кону чемпионский пояс промоушена. Целая организация, а не игрушка, которая осталась от старшего брата. Твой брат отказался защищать его. По каким причинам, это никому уже не интересно. Поэтому пояс никак не может быть вашим. Априори, пояс уже стал вакантным. Я тебе скажу больше, забегая наперед. Даже не вакантным, этот пояс уже мой. Так что будь добр, просто присмотри пока за ним. Но помни, что чемпионские пояса, это не игрушки. В твоем случае, ладно, можно немного поиграть. Но не забывай, что это временно. Пояса, как и все остальное в этом мире, должны иметь своих законных и заслуженных хозяев. Без обид. Но скоро твоя реальность изменится. И с поясом придется расстаться. Позволь взрослым людям делать взрослую работу. Вот такой вот жесткий ответ, на мой взгляд, прилетел от Нуржана Акишева. И как же ответил на такое заявление Нурбек Кабдрахманов. Читаю далее, друзья. Дорогой Нуржан, как прекрасно начинается этот ответ. Дорогой Нуржан, прошу тебя не грубить и не разводить смуту среди бойцов. Так как мы все с одной стороны и защищаем ее честь. И не знаю, как ты, но лично у меня, моей команды и многих бойцов нашей страны одна цель. Это достойно показать на всех аренах и частях мира всего нашу страну только с достойной стороны. Хочу напомнить тебе, что ты верующий брат. Поэтому не стоит заявлять так уверенно о своих намерениях и не забегать вперед, говоря, что пояс уже твой. Вспомни, что на все вылья Всевышнего, и мы не вправе забегать вперед и планировать все так, как будто это уже сбылось. Не стоит разбрасываться словами и тем самым уподобляться одному человеку, который живет за океаном и создает шоу. А на деле никто не видит этих слов воочию. Далее цитата Ну вот такой вот мягкий ответ я бы сказал. Да, Нуржан Акишев прет по-настоящему. Но в это все, друзья, кстати говоря, еще и в этот, так скажем, трэш-токинг, еще и влился Фаниль Рафиков. Достойный боец. Левша. А мне всегда нравились левши. Я думаю, как и вам, друзья. Рубака. Не боится зарубиться. Фаниль Рафиков молодец. Мне очень нравится этот боец, друзья. У него сейчас такая черная полоса, но самое темное время в суток наступает, когда, друзья, перед рассветом. Так что этого забывать не стоит. Так что, наверное, давайте послушаем сначала как раз-таки Фаниль Рафикова. А потом потихонечку перейдем к главным действующим лицам сегодняшнего выпуска. Сегодняшнего, знаете, такого, я не знаю, выпуска трэш-токинга. Я бы сказал так, и о трэш-токинге мы еще поговорим. Все, внимание на экран. Малайкум Сула. Отвечаю на вопрос, кто бы был бы мне удобен, Нужан Акишев или Нурбек? Кабрахманов отвечает так. Конечно, Нурбек – это молодой спортсмен. И у него антропометрия очень хорошая для полувегкого веса. И рычаги длинные. И он сейчас подтягивает бокс в Астане, судя по его инстаграму. И там его по-любому научат пользоваться своими рычагами. Нужан Акишев – это опытный боец, хороший боец. Мне было бы интересно подраться с Нужаном, потому что у него есть определенный рекорд, определенные заслуги, два пояса. И мне было бы это очень интересно. У нас вообще, я думаю, у четверых, там еще парень с Киргизии, будет интересная история. И в России есть большие бои. Почему в Казахстан не придет такой момент сделать большие бои? И это время пришло, 2020 год. Наступает время больших боев. Так что, я думаю, мы можем сделать большое зрелище и продать этот бой. И порадовать всех болельщиков в республике Казахстан. Потому что не все спортсмены попадут в UFC. Нужно смотреть объективно на это. И сейчас у всех спортсменов пиковый возраст. И этим возрастом нужно пользоваться, этими возможностями нужно пользоваться. Поэтому мы будем газовать до конца. Поэтому спасибо моей команде. Спасибо старшему Глату, Султану Ичиеву. Начала. Будем готовы после месяца Рамадан. Как месяц пройдет. Пост мы держать будем. И впоследствии начнем тренировочный процесс. И во второй половине 2020 года можно выходить и газовать. Все. Всем ассаламу алейкум. Всем болельщикам. Казахстанского ММА. Большой рахмет. Ну вот так вот, друзья. Фанни Рафиков. Молодец. Молодец. Теперь давайте, наверное, послушаем Нурбека Кабдрахманова. Что он. Одно дело, знаете, друзья, написать. Да? А другое дело, сказать это словами. Слово Нурбеку Кабдрахманову. Всем ассаламу алейкум. Хотел бы пару слов высказать по поводу сложившей ситуации. О поединке с Акишевым. Во-первых, я на этот бой настроен. Готовлюсь. Заряжен. И не хочу там забегать вперед. Кто будет моим следующим соперником? Вот так вот, друзья. Мягко, деликатно и тактично. И, знаете, вот, читая сообщения, там, допустим, комментарии Нуржана Акишева, складывается впечатление, что ну прям сейчас вот, наверное, прям будет жесть. Да вот. Но я взял и у него видеоинтервью. Давайте послушаем, что скажет Нуржан Акишев. Ну, как бы так, обязывает. Все, внимание на экран. Ассаламу алейкум. Да, скорее всего, следующий бой у меня с Нурбеком Кабдрахмановым за пояс чемпиона NFC. Думаю, покажу достойный бой. Сделаю все возможное, чтобы пояс оказался на моей талии. В дальнейшем посмотрим, кого организация NFC предложит. Ханебека, Фаниля, либо Руслана. С теми и будем драться. Мне без разницы. Я ни от кого не убегаю. Условия обсудим с ними. И вперед. Всем рахмет. Слава алейкум. Опять же, мягко, но в то же время бескомпромиссно. Вот вы сейчас скажете, друзья, что начался трэш-токинг. Это не достойно нас, казахов и пятых двадцатых. Это ни к нам, ни к лицу. Забудьте это все. В культуре казахов, в нашей культуре существует такая прекрасная, замечательная традиция. Целый институт, который называется АйТОС. Нашим афроамериканским братьям такое даже не снилось. Когда два парня выходят с домброй и на красивом казахском языке в рифму выстраивают, обсмеивая своего оппонента. Так что говорить о том, что казахи там мы никогда так не делали, хватит. Это наша культурная традиция. И этим наши бойцы должны по-любому пользоваться. Потому что мы хорошо умеем драться. Теперь мы должны еще показать всем, что мы еще умеем хорошо разговаривать правильно, в рифму, красиво, на красивом языке, друзья. Это факт. Но, 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 друзья. Также хотел сказать, что в это все еще и вошел и Руслан Серегпулов. Да, вы помните его поражение, к сожалению. Но не просто так я говорил, заговорил про Руслана Серегпулова. Все это хорошо. Но не стоит забывать про Каныбека Женебекулу. Я видел его бой вживую. Это очень сильный боец. Очень сильный боец. Сейчас у него травма руки. И говорить, что, к примеру, я не берусь судить. Я не берусь там, допустим, закадывать и говорить, что, допустим, Нурбек Абдрахманов сильнее Каныбека. Или, допустим, Нуржан Акишев сильнее Каныбека. Вот абсолютно вот не могу. Так же, как я не могу сказать, кто сильнее между ними, Нуржан или Нурбек. Абсолютно не могу сказать. И так же и Фаниль Рафиков. Вот полный паритет. Но про Каныбека, про нашего храговского брата, ни в коем случае забывать нельзя, друзья. Этот парень, как только вылечит свою руку, я уверен, он придет в NFC и будет претендовать на чемпионский пояс. Это 100%. О чем все это говорит? Это говорит о том, что Найза Fighting Championship сейчас в Средней Азии занимает... Не то, что занимает, нет. Он подал заявку, что мы, мы казахи, мы Найза Fighting Championship, мы самые крутые в Ася в Средней Азии. И если кто с этим не согласен, давай, приходи сюда и выходи. Раз на раз. Чик-пи-чик, давай на. Вот что самое главное. И я безумно рад, что... Знаете, друзья, мы сейчас являемся свидетелями просто шикарнейших... Мы свидетель... Шикарнейших событий. Становления, взросления казахстанского ММА. И сейчас на пике, на острие, стоит Найза Fighting Championship. Также хочу сказать, что вот 29 февраля в Атерау будет, там, ФОК будет проходить, кто и волоса, NFC 23. Там главное событие вечера, если не ошибаюсь, это будет Сатай Тимиров драться. И Сатай, давай, готовься, дружище. Это, во-первых. Во-вторых, я туда лечу, туда волоса. Все, если будет нормально, я туда лечу. Обязательно все вам покажу, все расскажу. Как, что, почем было. Отсниму все бои. Все вы это увидите на нашем канале. Это раз. Во-вторых, 22 февраля в Туркестане пройдет Алаш Прайд. Алаш Прайд сдал свои позиции. Очень сильно сдал. И это, конечно, не может не печалить. Потому что при здоровой, хорошей, сильной конкуренции, наши промоушены, наши бойцы будут расти гораздо-гораздо больше. Это самое главное. Необходимое условие роста – это здоровая конкуренция. Я полечу, куда я волоса, поеду в Туркестан 22 февраля. И тоже вам расскажу, что, почем там будет. Там, потому что в одном из главных боев вечера, по-моему, это будет гран-при, будет выступать Коршха Даудбек. А мы помним, какая сильная у этого парня правая рука. Левая, извиняюсь, друзья. Ну, вот так вот, друзья. Жду ваши комментарии. Грозные, лесные, нелестные. Постараюсь ответить на все ваши сообщения. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Арифидорчи.